Всем привет! С вами Макс Васильев и навигатор игрового мира. Как известно, самые крупные игровые проекты выходят осенью. Так что пора доставать из-под матраса заначку и скрести по сусекам. Call of Duty, Mafia и Gears of War ждут все. Даже те, кто эти сериалы не любит. Но есть игры, которые менее раскручены, но не менее интересные. О них и поговорим сегодня в выпуске. Лучшие игры октября. Собираем урожай хитов. Бытовые киберимпланты в рубрике от винта. Глюки бета-версии Battlefield 1. Это совсем другая война. Лучшее кунг-фу от самых продвинутых манчкинов. Пока не вышли самые ожидаемые игры года, мы говорим о менее известных, но интересных проектах. Некоторые буквально врываются в мозг и наводняют его странными образами. Вот Скорн как будто сошла с картин Гигера. Это один из создателей Чужого. В Скорн будут совершенно чокнутые пейзажи и живое оружие. Глаз не оторвать. Когда она выйдет, непонятно. А вот про релизы ближайшего месяца мы расскажем прямо сейчас. Покажите нам того, кто решил сделать третью мафию про афроамериканца в Новом Орлеане 60-х годов. Покажите, и мы этого гения расцелуем. Негр в городе, полном расистов. Чем не повод для веселья? Кроме того, главный герой еще и ветеран вьетнамской войны. Побитая жизнью личность с пылким нравом. Выбранная эпоха гарантирует обилие хиппи и антивоенных демонстраций, что сыграет важную роль в сюжете. Мафия. А что мафия? Она истребила всю банду героя, так что без разборок с итальяшками не обойдется. Десять лет назад Gears of War стала новой королевой шутеров. Затем она превратилась в сериал и завершилась ярким финалом. Пришло время продолжить историю на новой платформе. Игроков ждут перестрелки и дуэли на бензопилах с участием Джей Ди Феникса в компании боевых товарищей. Брутальные мужики и девчонки противостоят совершенно новой угрозе. Для любителей сетевых войн припасены свежие карты и необычные игровые режимы, а также доработанная система ближнего боя. Королева возвращается, причем не только на Xbox, но и на ПК. Сюжеты, конфликты — пошли они куда подальше. Иногда хочется просто хорошенько отметелить противника, зарядить ему по физиономии стремянкой, швырнуть в толпу, а потом как следует приложить опол. В новом симуляторе рестлинга можно драться не только на ринге, но и среди зрителей, за кулисами и в подсобках. Никто не спрячется от возмездия. Наконец-то в целом мире прекратилась суета. Начинается в тире передача «Атвинта». «Атвинта»! «Вот так!» «Милецкая школа» или «Перипатетики». «Гегель». Нет, скорее «Уайтхед». «Гегель». «Кант». «Экзистенциализм». Здравствуйте. В последнее время в компьютерных играх все чаще поднимаются острые, я бы сказал, философские вопросы. Ну, это не страшно, если при этом можно что-нибудь взорвать или поджечь. Ну, так сказать, для сброса пафоса. «Деус-экс мэнкайн дивайдет». Используешь название игры латынь? Будь готов к последствиям. Последствия. Краткие, но интенсивные размышления на философские темы. Например, почему изобретения, которые должны улучшать жизнь людей, на практике ее ухудшают? Оказалось, что людям больше нравится взрывать друг друга. Любопытно, что по своим убеждениям Нобель был пацифистом. Да уж. Я всего лишь хотел пасти овечек. И так наступило будущее. Врачи вовсю заменяют поврежденные органы на искусственные, превосходящие те, что нам дала природа. Улучшенные, или как их здесь называют, аугментированные люди, получают новые способности. Они быстрее, умнее, сильнее обычных граждан. Могут дышать водой, плеваться огнем и ругаться на 140 языках. Так попытка исцелить немощных вызвала конфликт. Расколовшие человечество на аугментированных, которые все умеют, но им все запрещено. И обычных людей, которым можно все, но они мало что могут. Не вздумай только слететь с катушек, железья. Если излечу, Макрити, то ты даже испугаться не успеешь. Главный герой, Адам Дженсен, аугментирован с головы до ног. Он и сам не знает, на что способен. Потому что пролистал справочник навыки Дженсена только до 180-й страницы. Напичкан, как швейцарский нож. В число новых способностей входит Титан, непробиваемая броня. Тесла оглушает противников на расстоянии. Рывок Икара помогает очень быстро допрыгнуть куда угодно. Любопытно. А как можно применить аугментации в нашей повседневной жизни? Зин, я дома! А чем это ты тут занимаешься, а? Тебя жду, дорогой. Полезная штука. А мне еще нравится вот это. А как использовать? Ну, например... Кто будет оплачивать счет? Ага. Неудивительно, что обычные люди почувствовали угрозу. Дело идет к геноциду. Конечная станица Рушичково-на-Дражи. Приезд за 5 минут. Значительная часть действия происходит в Праге. Это один из самых уютных городов Европы. И только посмотрите, во что он превратился. Извините. Простите, пожалуйста. Простите. Я? Черт. Курова! Чертова железка! Смотреть надо! Везде полиция. Аугов шпыняют на каждом шагу. В магазинах не обслуживают. В метро через отдельный ход. Прохожие злобно огрызаются. При том, что наш герой оперативник ООН. Все равно. Гляди, опять документы проверяют. Адам Дженсен хочет докопаться до правды. Он уверен, что кризис организован секретными сообществами, которые преследуют свои цели. Вести расследование очень интересно. Разные собеседники. Разные мнения. Тайны, сокрытые в зашифрованных файлах. Ложь. Лицеверие. Или вдруг неожиданное благородство. Увлекательная, запутанная история. Игрок сам выбирает, как ему действовать. Любую задачу можно решить в соответствии с наклонностями. Договориться. Прокраситься и стащить. Или же вломиться с оружием на перевес. И всех поубивать. Я в какой-то момент почувствовал, что должен открыть все замки, проникнуть во все квартиры и хранилища. Вот. Вот за это вас аугументированных и не любят. Просто мир игры интересный. В нем приятно проводить время и следовать. Ну, бывало и прихватишь кое-что. Но не возвращаться же к скупщику краденого из 21-й квартиры с пустыми руками. Скажите, пожалуйста. Погода хорошая, не правда ли? Хорошая. Иди. До свидания. До свидания. И напоследок главное правило опытного игрока. Прижали? Ищи спасение в вентиляции. Вентиляция – тихая заводь в Deus Ex. Да, мир суров и опасен. Но вентиляция укроет от всех невзгод. Вообще, вентиляция, как объект, очень уважаема разработчиками игр. Кажется, Дюк Нюкем первым полез в воздуховод. Да. Теперь это признак того, что коллектив разработчиков чтит и понимает классику. Взять, к примеру, новую игру Фонторук. Вот. Извольте видеть. Вентиляция. Очень-очень похоже на тув, что Deus Ex. Заслонку открыл. Заслонку закрыл. Заслонку открыл. Заслонку... Слушай, а кроме вентиляции, что здесь интересного? Ничего. Быть не может. Ну, суди сам. Фонторук задумывалась, как игра ужасов. В глубинах космоса дрейфует космический корабль Пьюрити. Экипаж поразила смертельная болезнь, которая уродует тела и души. Герой пытается выбраться из этого кошмара. А по дороге чинит все, что сломано, и ломает все, что работает. Звучит очень знакомо. Авторы не только вентиляцию позаимствовали. О да. Проблема в том, что напугать никого не удается. Вспомни Дэд Спейс. Или недавнюю Эллиан Айсолейшн. Там была атмосфера. А здесь даже пресловутые жуткие мутанты ведут себя очень корректно. Первый, которого я встретил, минут пять учтиво покашливал у меня за спиной. Убедился, что не до него, махнул рукой и пошел дальше. Но один раз я напугался, когда раскладку клавиш посмотрел. Везде правая кнопка мыши – прицел, левая – выстрел. Это есть неизменный закон жизни. А тут? Оружия нет вообще никакого. Левой кнопкой дверь открывается, правой – часики, которые еще пульс показывает. Ужас? Да. Ты там как? Извините, что не выходил на связь. Как только смогу, приду в офис, но взрыв как-то повредил моей аугментации. Их надо проверить. Разумеется. Нас ждет немало работы, Дженсен. Представь. Подходит противник, а ты такой – вам дверь не открыть? Или, может, хотите узнать, который час? Впрочем, не будем забывать, что в реальности вежливый ответ на вопрос «Сколько времени?» вполне может сохранить человеку жизнь. До новой встречи. Продолжаем тему сумасшедших игр, о которых многие из вас не знают. Самая адская из них – Эгони. Реально адская. Все действие происходит в преисподней. Не в катакомбах с вялыми мастрюками, а в натуральном адище с окровавленными стенами и хрустящими костями. Везде царит атмосфера безумия. Ну а где безумие, там глюки. Наши эксперты по глюкам обязательно доберутся до Эгони, когда она выйдет. А сейчас на их разделочном столе Battlefield 1. За сто лет Первая мировая обросла легендами. А после бета-версии Battlefield еще и глюками. Суровые времена. В атаку идут гусары-огнеметчики. Жгите, господа. Правда, кого именно атаковать, понимает только конь. Он, кстати, огнеупорный. Османская империя подготовила ответный удар. Передние приводные лошади. Оп, британец уже одну угнал. Придется освоить новые технологии. Вот так. Гроссмейстер в бой. Теперь конь ходит буквой Г. Для дрессировки используются ужасные методы. Бедное животное держат большей частью на улице, на солнцепёке и совсем не уважают. А теперь последние новости с фронта. Как известно, секретное немецкое оружие помогает в войне с проклятыми зулусами. Управляет замаскированной машиной смерти рядовой Жранкель. Поэтому технику так колбасит. И вообще, танк разработан под любые маневры. В том числе подземные. Чтобы его не подбили, на корпус нанесена раскраска сразу трёх армий. Однако это смущает рядовых бойцов. Они то и дело норовят совершить героический подрыв неуничтожимого танка. Учёные испытывают в пустыне технологии далёких предков. Цветовую арматуру. Понижает мораль противника, угрожающе гудит. Рядовой Жранкель порой так напивается, что сам не знает, куда его ноги несут. При этом он умудряется ходить и даже сидеть по стойке смирно. Остальные солдаты такие же бездушные лентяи. Кажется, что в них вообще ничего нет. Ни характера, ни воли. Стержни там или смекалки. Ничего. Двадцать пятый день в пустыне. Хер-майор отдал приказ о формировании подразделения водомётчиков. Проклятые зулусы приходят в бешенство, когда видят такую растрату воды. А солдаты устроили конкурс мокрых галифе. Хер-майор говорит, лучшая дисциплина — это пуля в жопе. Шутка! Тогда солдаты и собираются на бегу, и неглядя находят идеальное укрытие. Продолжение следу. Немецкие учёные внедрили боевых клопов. Клопов — бесчеловечное оружие, которое сразу запретили все международные организации. Но уже поздно. Немецкие учёные не могут выловить клопов и отозвать обратно. Единственный способ их извести — огнемёты. Правда, клопы могут ещё какое-то время сопротивляться и управлять телом. Тридцатьчетвёртый день в пустыне. Рядовой Жранкель нашёл способ быстро возвращаться на обед. Более того, он лично сопровождает машины с провиантом. Унд очень умело маскируется. Унд совершает дерзкие вылазки в тыл к противнику. А иногда и вылеты. Тем временем в воздухе разворачивается невероятное сражение. Дуэли пилотов нередко заканчиваются рукопашной. Немецкие учёные придумали специальный самолёт-авианосец. Поднимает на себе один-два кукурузника. А это дозорный, кружит над базой, пока не закончится топливо. Настоящие асы не подпустят к себе врага, даже если их подбили и пытаются взять в плен. Кстати, рядовой Жранкель в прошлом был авиамехаником, но не сложилось. О том, как проходила десантная операция «Пыль в глаза», вы узнаете в новом сезоне всего за 345 серий. К сожалению, до штурма города съёмки не дошли. Часть актёров уволилась и всё-таки приземлилась. А последний, самый стойкий, не выдержал и покончил с собой на съёмках 204 серии. Что-то нагнал я мрачника. Давайте что-нибудь весёленькое. Например, висера «Клинап». Там вы становитесь космическим... Нет, не десантником. Уборщиком. Он ликвидирует последствия несчастных случаев на звездолётах. Из клетки вырвалась инопланетная жуть. Улыбаемся и соскребаем со стен остатки экипажа. В ангаре восстали машины, пройдёмся ванишам по залапанному полу. Работа, достойная настоящих манчкинов. Им, кстати, посвящено сегодняшнее застолье. Настольная игра манчкин-фу припечатает вас крутыми ударами восточных мастеров. Здешние герои — фанаты боевых искусств. Они называют себя якудза, монахами, ниндзя и самураями. Правда, ребята даже при свете не отличат вакидзаси от нагинаты, но ничего. Это не мешает им вламываться куда не надо и устраивать разборки. Из темноты к ним тянут клешни пу-зян, ништяк, борьба-ба, слюнь-тяй и другие кунфуистические гении. С криком кия и ударом ноги вы боретесь с ними за сапоги, головники и прочий шмот. Можно ещё и соперников подставлять для фэн-шуя. Древние мастера говорят, что цель игры — достичь 10-го уровня. Но мы-то знаем, что главное — как следует повеселиться и пошуметь. Ты не кунг-фу-лох, если устроишь переполох. Игра предоставлена hobbyworld.ru Ну вот и всё на сегодня. Если вы жаловались, что впереди вас ждут только бездушные блокбастеры и нескончаемые сиквелы, надеюсь, мы изменили ваше мнение. Чем лучше технологии, тем больше художников, сценаристов и откровенных шизофреников будут делать нестандартные игры. Ну а мы непременно о них расскажем. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры подогнал «Симон»